Добрый день, дорогие друзья! Александр Лукашенко доказал, что политикам-старперам в современном мире невозможно нормально побеждать на выборах. За 26 лет у власти он привык к управлению только через повиновение, ну как в нормальном колхозе. Но это не так. Мир поменялся. Этот мир прошлого закончился. С народом надо говорить, его надо слышать. А учитывая, что в Беларуси так же, как и у нас почти все соцсети, мессенджеры имеют западные корни, то разговаривают с народом совсем другие люди. Да, Лукашенко это не Янукович, он никуда не убежит, потому что в отличие от Януковича он уверенно отдает приказы о подавлении протестов. И все-таки запрос на новую власть есть во всех слоях общества. Да, в этой ситуации все будут извлекать свои дивиденды, ну как, к примеру, нехто. Ребята сидят в Польше и руководят протестом за счет разжигания, за счет хайпа, за счет новых подписчиков. Даже если это дается ценой жизни этих самых подписчиков. Это пехота, это мясо, которое готово пустить в расход. Но стоит ли хотя бы одна жизнь отставки Лукашенко? Нет, не стоит. Поэтому надо добиваться и бороться мирным путем. Это лучший вариант. Путин, конечно, поможет Белоруссии, но может взамен попросить одну нормальную военную базу. А лучше две. Отмечу, что нарушение на выборах, кризис доверия власти, вызванный обманом граждан, это ключевая база протеста и спусковой крючок запуска оранжевых революций. А все остальное дело технологий. Процесс по делу Михаила Ефремова все больше приобретает цирковые оттенки. Стараются адвокаты с обоих сторон. Массовку собирает у здания суда Никита Джигурда, который упрекает адвоката Добровинского в отсутствии диплома. Обвиняемый Ефремов госпитализирован. То ли на суде ему стало плохо, то ли распереживался за любимый им Спартак. А до этого были заявления адвоката Пашаева в любви его подопечного к Путину. Ну да, оппозиционер Ефремов критиковал ВВП за деньги, но при этом любил главу государства бесплатно. Любовь ведь чужда меркантильности. А в России, между тем, объявили о создании, о появлении вакцины от коронавируса COVID-19 первыми в мире. Постарались военные, теперь проверкой займется Минздрав. Министр Мурашко активно защищает разработку. Третья фаза испытания вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов. Владимир Путин, между тем, уже рассказал, что вакцину испытала его дочь, и все прошло удачно. Но эпидемиологически эффективные зарегистрированные вакцины для профилактики COVID-19 еще не изучены. Во время исследования вакцины на 38 добровольцах были зафиксированы 144 побочных эффектов. Медикам при введении раствора пациенту необходимо держать под рукой противошоковое оборудование. Когда глава Минздрава Михаил Мурашко заявляет, что зарубежная критика российской вакцины безосновательна и вызвана страхом конкуренции, нужно понимать, что в плане аргументированной полемики оппонента все мосты были сожжены, когда вакцину рассказал Владимир Владимирович Путин. Но отечественные медики, даже несмотря на пример дочери Путина, не доверяют новой вакцине. Только четверть из них готова на прививку. Такой результат показал опрос сервиса справочник врача. Более того, по данным этого опроса, 52% опрошенных врачей не доверяют отечественной вакцине. И еще надо понимать одну очень важную вещь. Когда будут получены окончательные результаты испытаний вакцины от коронавируса, Мурашко и другие чиновники-защитники этого препарата, они могут уже покинуть свои кресла. Хорошо, если вакцинирование действительно будет на добровольной основе. Ну и такая хорошая пятничная новость. Сбербанк отменил уведомления на карту о поступлениях средств от других людей. Теперь такая услуга стала платной. Господин Греф делает все для формирования своей экосистемы. Отныне бесплатными для клиентов остались только уведомления с кодами для подтверждения операции. Как всегда, бабло побеждает здравый смысл и лояльное отношение к клиенту. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на записки Горожанина. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова